Ну что ж, продолжаем наши занятия. И следующая наша тема называется «Какие же отношения существуют в консультировании, отношения в душепопечительстве?» Вообще мы об этом говорили немножко в прошлом курсе, когда мы брали родительство. И когда мы говорили о подходе в воспитании детей. И вот сейчас мы то же самое с вами рассмотрим, ну уже несколько быстрее, потому что вы с этим телем знакомы. Или наоборот чуть подольше, более глубоко. Но тем не менее, то, что говорилось там, в том курсе о воспитании детей, это очень важно. Потому что это закладывает базу и в то же самое время поможет понимать то, что происходит, то, о чем мы будем сейчас говорить. То, что происходит в консультировании. Да, то, что происходит в консультировании. Какие существуют виды консультирования, отношения в консультировании? Во-первых, это авторитарное консультирование, такой директивный подход. Вот. И как вы помните, это иллюстрация этого подхода, что? Демьяна в ухо. Как Демьян кормил своих гостей. То есть там он закармливал. Раз в тарелку наливал, два, три, четыре. И гость от него сбегал. То же самое происходит, если мы подходим к такому консультированию с позиции директивного. То есть люди в таком случае действительно убегают, потому что это их единственный выход. Если мы к людям относимся, так, я знаю, сколько тебе надо, какую пищу тебе надо, твоя задача. Когда тебе это нужно. Рот и есть вообще без вопросов. Потому что мы тебя любим. Вы помните, это подход с любовью к человеку. Все это дается из любви к человеку. Как бы из любви. Как бы из любви, да. То есть человек считает, что я его люблю, и поэтому я тебе все это выдаю. Ты, главное, пережевывай пищу. В одной церкви вообще был бесподобный такой случай, бесподобный, конечно, в кавычках, когда собирали всех лидеров малых групп в воскресенье. Это, кстати, происходит там до сих пор. Собирают всех лидеров малых групп и дают правильные ответы на вопросы. То есть все группы малые в этой церкви идут по одной и той же программе. У всех одни и те же вопросы в этих группах. И все лидеры малых групп всех своих членов должны подвести к одним и тем же правильным ответам. Прелестно. Замечательно. Одна группа говорит, подождите, но мы еще предыдущую тему, послание к Галатам не закончили. Вы что, идете против политики церкви? Все занимаются посланием Петра. Вот вы тоже должны, но мы Галатов не закончили. Заканчивайте, потому что в понедельник вы начинаете новый. Вот вам вопросы, вот вам ответы на эти вопросы. И все в группе должны прийти к этим ответам. То есть в данном случае, при таком авторитарном подходе, в консультировании, или в политике, или в душепопечительстве, что происходит? Мы как бы такие даем советы во благо. Во благо, обратите внимание, мы написали в кавычках. Специально в кавычках взяли, потому что это на самом деле благо действительно в кавычках. Во-первых, ты должен быть сильным. Кстати, психолог, который работает в школах, в различных консульционных пунктах, они, как правило, работают именно в таком ключе. То есть если у ребенка проблемы, приходят, и там теми или иными методиками, так сказать, вот это, вот, всячески, так сказать, насаждается. Ну и когда мы беседуем со взрослыми людьми, мы тоже говорим ему, если ты дашь где-то слабину, тебя заклюют, в этом мире нельзя быть слабым, только силой добиваться можно своего. Да, и учить. То есть, директивы такие выдаем. Дальше, ты можешь быть совершенным. Понимаешь? Если ты хочешь в этом мире быть счастливым, ты должен быть сильным и должен быть совершенным. Только на пятерку. Торопись жить, потому что это очень важно для тебя. Если ты не будешь успевать и здесь, и здесь, и здесь, то ты не разносторонний человек. И твоя жизнь вообще проходит как прав, как дуновень ветра, чем цитирование энклюзиаста, да? Да, у тебя должна быть и семья, ты должен быть замечательным отцом, замечательным мужем, замечательным профессионалом, замечательным служителем, причем везде на 100% совершенным, причем везде сильным. Представляете? И кроме того, в каждом деле, которое ты делаешь, ты должен прикладывать максимум усилий. Везде максимум, везде по максимуму. Это что это за такое отношение наплевательское к этому, к этому? Нет, везде только на пять, причем как можно большее количество. Ну и последний такой совет, в кавычках, во влага, это ты должен нравиться всем. Как это у тебя нет отношений с пастором твоей церкви? Да ты что? Как это ты не разговариваешь со своим братом, или у вас какой-то конфликт произошел, ну и вообще у вас отношений с ним нет? Такого быть не должно. Это твоя проблема. И здесь сейчас же и восстанавливаешь отношения. Да ты должен всем нравиться, как это тебя не любят учительницы по географии? Да ты что? Если ты настоящим духовный, понимаете, и при этом будь сильным, совершенным терапевтистом, жить вообще везде, во всем тело. Вот скажите, из нас здесь сидящих, кто может сказать, что вы? Я такой. Я во всем силен, я нигде слабину дать не даю. Ну нет, нет. Я совершенный. Понимаете? Все делаю только на отличном. И что же тогда удивляется, что если к нам приходят люди, мы вот так вот их грузим, а потом в какой-то момент они от нас бегут. А это единственный выход. Здесь мы людям отказываем. И мы им отказываем в свободе выбора. Мы людям отказываем в свободе проявления своей воли. То есть мы передаем духовные послания, не спрашивая их вообще, насколько это нужно. То есть в данном случае опять это существование в мире вещей. Вот есть правила в нашей церкви. Вот есть критерии, по которым мы оцениваем человека. Критерии духовности. Принимай их, переваривай и ешь. А хоть они лают в отношениях с мужем, ну слушай, ну давай посмотрим, где ты тут дал слабину. Вот по всей крови. Вот смотри, слабина. А хоть они лают в отношениях на работе, ну слушай, ну это смотри. Вот, пожалуйста. И мы вот таким образом авторитарным человеком. То есть выдаем человеку директивы. Ты должен быть вот таким, таким и таким. Тебе следует быть вот так, вот так, вот так себя вести. То есть вот оно такое директивное консультирование. Если ты не следуешь всему этому, ну значит давай приходи на беседу, на братский совет там или на беседу с душепопечителем, потому что у тебя сидела не проблема. Или на руках по изучению Библии, где мы все находим правильный ответ. Ну в скобках мы мыслим, а не нам, потому что данные, да? Ну, я думаю, с этим понятно. Следующий вид консультирования или вид такой помощи человеку, как угодно это можно назвать, такой покровительственный подход или патерналистский подход. Здесь вы помните, что хорошей иллюстрацией являются произведением Гоголя «Старосветские помещики». И там была такая парочка сладкая, Пульхерий Иванов и Афанасий Никитич. Муж с женой, как они принимали гостей. Гость с ним приезжал, они ему накрывали стол, гость мог выбирать все, что угодно. Его укладывали мягкие периоды, максимум заботы. И вот в таком консультировании человек просто засыпает. Ему не надо ничего делать. То есть такой человек приходит к мне в церковь или приходит к нам с вами на беседу, как душепопечителям. И мы такие тезисы посылаем во время наших бесед. Как хорошо, что ты ко мне пришел, я за тебя все решу. Да я за тебя все сделаю. И в нашей церкви мы тебя избавим от неприятностей, и я на то поставлен. Потому что вообще, для чего мы существуем здесь на земле? Вообще, для чего церковь нужна здесь на земле? И вот я, как член этой церкви, в этот период своей жизни... Наша задача – это обеспечить твое счастье. Понимаете? Вот. Ну, казалось бы, ну что плохого? Да, ну классно же, ну человек и так замечательно. Вот в таком окружении. И что происходит здесь? У человека засыпает. Ну, в кавычках, конечно. В логическом смысле, засыпает. То есть, идет отказ в возможности собственного духовного пути. Мы отказываем людям в этом. Мы отказываем в приобретении собственного жизненного опыта. Мы отказываем в анализе приобретаемых знаний. Здесь человек засыпает, у него нет своего стержня. Он засыпает в уверенности, что теперь он знает все о Боге, о счастливой жизни. И потом вся последующая жизнь сводится просто к повторению каких-то прописных истин. Их нужно повторять, вот по ним нужно жить. Если что-то не получится, вот эти люди меня все вижают, все сделают. Приходит такая вот женщина на консультацию, убегающая в церковь от проблем в семье, от мужа. Потому что в церкви уютно, ее окружает теплом, заботой. Ну, а дома что этот неверующий муж? Что он может ей преподать? И она в церкви берет массу служений. И вообще она уже больше не дома. А церковь ее обволакивает любовью и создает эрюзию. Неправильно, что ты находишься в церкви, потому что здесь проблемы не могут. В церкви только счастье. Только в церкви счастье. Понимаете? Вот оно вот такое все идет. Или дети, например, которые скрываются от своих неверующих родителей. Многие говорят, ну это хорошо же, что дети, вот пришли в церкви, дома-то там халдеи родителей. А здесь вот они, понимаете, духовно растут. А потом выясняется, что родители просто требуют от них больше принадлежания в учебе. А родители, нормальные родители. Они требуют от него учить уроки. Какие там уроки? Мне некогда, думаю, на духовное общение. А в церкви комфортно. В церкви что от него требуют? Петь духовные песни, общаться, говорить красивые слова. Какие там уроки? Зачем они нужны? Вот. Вообще, разве тебе в духовной жизни уроки понадобятся? Ну скажите, подростку в этой ситуации, где комфортнее? Где уютнее? Вот. И вот такой подход, он действительно идет из понятия комфорта. Вот сделать так, чтобы у человека было у нас хорошо, замечательно. И человек теряет свой стержень, если он у него был, и становится зависимым от того, что происходит в церкви, что там случается. Человек становится зависимым от консультанта, от души-попечителя, к которому он приходит. Зачем ему самому все делать? То есть, из-за него все решили, все сделали. То есть, какой человек может, мы это называем, кто-то подсаживается на иглу, а кто-то подсаживается на консультанта. А вот, знаете, сейчас самые, будем так говорить, богатые люди на Западе, это юристы и психотерапевты. Почему? А потому что практически все... Случилась проблема, бежит к юристу. Что мне делать? Случилась какая-то проблема в семье, кому человек бежит? Бежит к психотерапевту. И психотерапевт не учит. Помогите мне решить эту проблему. Не учит человека самому учить принимать решения. Он не стержень выстраивает, но большинство таких, будем говорить, не совсем честных психотерапевтов, подсаживает человека на себя, что человек не в состоянии без них решить проблему. Потому что каждый час беседы стоит на определенную сумму денег, и достаточно большую. И психотерапевт в этом заинтересован. Ну вот есть даже такая притча, да? Про юрист, правда, но очень похоже на психотерапевтический. Когда сын приходит к отцу, ну вот сын пошел по стопам отца, тоже стал юристом, адвокатом, завел свою практику. И вот отец уходит на пенсию, передает ему свою клиентуру. И вот сын прибегает и говорит, отец, вот смотри, все-таки я превошел тебя в этом юриспруденции, потому что ты 30 лет с одним клиентом работал и никак не мог решить его проблему в суде. А я всего за 20 минут все его проблемы в суде решил. Отец говорит, поздравляю тебя, сынок, ты только что лишил нас кормильца. 30 лет он оплачивал нашу жизнь, а ты взял и отказался от него, решил все его проблемы. Ну притчи, притчи, но притчи действительно показывают настоящие реалии в жизни. И к сожалению, действительно порой, вот не совсем будем так говорить, добропорядочные, честные. Может быть они даже и сами этого не подозревают. Да, подсаживают на себя людей. Но задача консультата научить человека жить самому. И задача церкви не подсадить на себя людей, а наоборот освободить дух. Это вот то, о чем мы говорим. И тем более должна быть наша задача, как души попечителя. Чтобы у человека был свой стержень и было свое личное восприятие. Ну конечно, соответствующие истины тоже нам надо поработать с этим. Будем сейчас говорить, что будем делать. Итак, переходим к следующему виду консультирования. Это равнодушное консультирование. Такой индифферентный подход. Индифферентный подход к консультированию, к человеку. Здесь хорошие иллюстрации, если вы помните, это мультфильм «Дядя Федор. Пес и кот». Помните, как родители воспитывали своего этого ребенка дяди Федора? Вспомните. Мама приходила домой и говорила, да мне еле-еле сил хватает-то телевизор смотреть. Не то, что ребенком заниматься или там на кухне чем-то. А когда дядя Федор нашел себе друга, вот этого несчастного кота Матроскина, как реагируют родители? Папа вроде бы не против, но когда мама сказала... Выбирай, или я, или он, как сказал папа. Я тебя убираю. Ну я этого кота первый раз вижу, я тебя больше знаю. То есть как бы вроде бы ребенок... Что такое друг для моего подростка, для моего ребенка? Зачем это нужно? Потом, когда решили поехать отдыхать, они в отпуск. Родители решили приехать. Дядя Федоров поехали, просто так важно. Родители куда поехали? На море. На море. Вот мы еще два... Осталось всего два платья одеть. И тогда мы займемся твоим воспитанием. Или тогда мы проведем с тобой время. Нет, конечно, знаете, творческий фильм совершенно замечательный. Хорошо, вот у дяди Федора оказался окружением порядочным, да. Да, такой мудрый кот Матроскин, преданный пес. Как что там звали? Шарик. Да, это там вот этот теленок. Тер-термития. Это трактор, да. Да, Федорка звали... Гаврюша. Гаврюша. Совершенно замечательное окружение. Но согласитесь, что не всегда, вот если мы так вот к людям будем относиться равнодушно и, так сказать, отмахиваться от них, не всегда у них будет найти хорошее окружение. И здесь мы им даем так называемые установки, как бы, во благо. Ты знаешь, у всех и без тебя проблем много. Ты в церковь пришел, ну, все, теперь сам отец заботится. Теперь ты все можешь на укрепляющем тебя Иисусе? Свои проблемы вообще решай сам. Да, с Иисусом. Потому что у всех без тебя проблем очень много. Давайте, очень много. Ты уже взрослый человек, ты можешь сам о себе позаботиться. И вообще, не мешай нам жить. У нас еще масса неспасенных, кроме тебя вообще. Ты уже в церкви, поэтому сиди и вот, внимание, сам занимайся своим духовным ростом. Да, и не рыцайся, конечно. Ты уже сам о своем духовном росте можешь вполне позаботиться. А у тебя опять тяга к алкоголю? Слушай, ну, наверное, у тебя было неправильное покаяние. Если бы оно было правильное, все, и тебя бы за жизнь снимали. Тебе надо перекаиваться. Запеленали вот его эти пеленочки, бамперсы, подгузнички. Принесли домой, положили, говорят. Ну, а теперь сам забудь о себе. Ты уже родился на свет. Мы тебя родили, мы свое дело сделаем. Еда на кухне, туалет в коридоре, книги, пожалуйста, бери ее. Учись ходить, а мы завалиться будем на группе. Ну, как бы, вот такая вот ситуация вообще не рисуется, да? Но, тем не менее, очень часто это все наблюдается. Да, предполагает именно такое отношение к людям. И здесь вот такой подход отказывает людям, собеседникам, человек, который пришел на беседу, в осознании своей собственной значимости. То есть, получается, я никто родственной, никто не занимается. Понимаете? То есть, человек как бы подспутно, вот таким образом воспринимает. И для того, чтобы ко мне нормально относились, я должен показать, что я сильный, что я все могу сделать. Начинает вести себя как сильный. То есть, одевать какую-то маску лицемерие. Здесь отказывается осознание духовно-нравственных принципов жизни. То есть, никто не работает. То есть, тогда человек как бы вынужден притворяться, что он все понимает. Да, с одной стороны, можно сказать, вот теперь ты сам расти, все нормально. Но, с другой стороны, человек просто не хочет применять усилия, ему удобно так. Нет, это трудно. У него возникла проблема, он прибежал, вылил все. Нет, самое главное, правило консультанта. Мы консультируем только тех, кто к нам обращается. То есть, никогда самим никому не лезть. Мы говорим о том, что когда человек пришел к вам, понимаете, пришел он к вам. То есть, мы сейчас не говорим о том, что мы должны ходить и всех вот засильно. Ага, вот у тебя плохое поведение, пойдем ко мне на беседу. Нет, он пришел ко мне, но дело в том, что с одной стороны, вот как вы сказали, то есть, ты уже сам расти, то есть, ну, нет, не подсаживай, нет, вот, то есть, отправляют, как бы, ты уже должен быть сильный, да? А с другой стороны, да, вот, подсаживаешь, подсаживаешь, он пришел, вылил, ему не надо расти. Вот чувствуйте, какой должен быть баланс? Вот поэтому мы говорим. Ну, не нужно расти, потому что он пришел, вылил, и знаете, как, ну, как, чаще всего, вот, заметьте, к служителям подходят, брат, мне надо с тобой поговорить. Они не спрашивают, какое у тебя настроение, есть ли у тебя время. Это тимьян в ухах. То есть, брат, мне надо с тобой, и они выливают на тебя. То есть, именно лампочка, они не видят, тоже мы об этом будем говорить. Одно из главных таких правил, ну, в этом списке, оно не первое, но и не последнее. Вы не свободные уши, чтобы на вас выливали. Вы не помойное ведро для негатива, который возникает у человека. Для слива негатива. Мы об этом будем еще очень подробно говорить. И мы все это вот сейчас будем обговаривать. Это видо манипуляции, и сегодня мы обязательно об этом поговорим. Итак, здесь человеку отказывают в духовно-надрасных принципах жизни, в осознать этих принципов. И, конечно, курс. Человек начинает притворяться, потому что есть правила поведения в этой церкви. Если ты им не соответствуешь, тебя вызывают на беседу, тебе говорят, давай делай вот то-то и то-то. Ты должен какие-то принимать усилия для того, чтобы самому вырасти. И человек начинает притворяться в этой жизни, чтобы соответствовать тому, что происходит в церкви, в окружении, чтобы быть, ну, как все. Не выделяться, так сказать. И здесь мы отказываем людям помощи в становлении, вот, как личности, то есть индивидуальный личностный черк характера. То есть мы не помогаем, вот, как бы осознавать и быть духовными, да, но человек вынужден быть как духовный. То есть вот и человек начинает усваивать вот такие вот, как бы, истины, ну, это вот, что это? И у него нет ни духовного своего личностного роста. Ни духовного роста, ни личностного. И так вот он равнодушный, так сказать, подход к людям, которые к нам с вами идут за помощью. Естественно, он раз придет, два придет, потом он уже не придет. И потом он будет сам, как хочет, вот, выживать в этом мире. Следующий вид консультирования, который возможен, это так называемое высокомерное консультирование или безэпелляционный подход к душепопечительству. То есть... Здесь даются такие указания человеку, которые на самом деле должны быть во благо мне, как консультанту. То есть, понимаете, по идее человек пришел, чтобы благо для себя как-то вот, ну, с нашей помощью получить, да? А на самом деле мы делаем все, чтобы было нам удобно. То есть, делай только то, что тебе говорят. Вот я тебе посоветовал, делай это. Потому что ты так сделаешь, потом все будут вокруг знать, какой я консультант. Не задавай никаких лишних вопросов, потому что они мешают работе. Они мешают консультированию процессу. И самое главное, что ты должен быть удобным для нас. Ты пришел ко мне, поэтому будь таким, чтобы соответствовать мне. И за счет тебя я расту профессионально. Я вам не скажу, что я хороший из души попечитель. Люди ко мне приходят и выходят от меня уже исправленные. То есть, человек больше заботится о своем имидже, нежели о, будем так говорить, человеке, который пришел за помощью. Что является признаком секта? То, что возвеличивается лидер. Местный авторитет. Почему не обязательно местный авторитет, живущий здесь, это может быть лидер, живущий здесь, за океаном. Когда, например, на грузбе открывают книгу, говорят, а что по этому поводу говорит вот тот проповедник, который написал свою Библию, комментарий к ней. А вот давайте прочитаем, да, вот его комментарии, конечно, другие вы тоже можете читать, но вот эти комментарии правильные. Потому что только в них все правильно. То есть, только одна позиция верна, только эти комментарии верны. Все остальные комментарии, это... Все толкования, остальные, это все от ереси. Ереси, но в лучшем случае, можно сказать, но это заблуждающиеся братья меньшие. Понимаете? А вот это... Понимаете? Вот. Еще... Признается, это работа только внутри вот этого коллектива, внутри этой церкви. Внутри этой секты. Вся работа, которая выходит за пределы, то есть, мы читаем, социальная работа, только в церкви святая работа, все остальное не свято. Если оно не служит тому, чтобы люди именно в нашу церковь, мы читаем, в секту. Ну и последний один из признаков, это желание контролировать сознание человека. То есть, не дается возможность осмысления. Понимаете? То есть, вот, в общем-то, те признаки секты, которые, ну, будем так говорить, выводятся на разных организациях, и религиозных, и нерелигиозных. То есть, такое вот высокомерное консультирование отказывает людям в свободе на возражение? И в свободе на самовыражение. То есть, если вдруг у человека возникает возражение или собственное мнение, а вот мне кажется, что... А тебя тут никто не держит. Не нравится? Ну, уходи. Все легко. Либо делай как мы, либо до свидания. Все легко. Замечательно, Лев. Мы тебя исключаем. Сами на замечание сначала, да, как положено, потом исключаем. То есть, идет конкретное пренебрежение личностью человека. Понимаете? И в данном случае консультант как себя ведет? Моя планка выше. Ну и... Я носитель непреложной истины. Ты раз пришел ко мне, ты должен соответствовать. Ну, а мы с вами говорили, понимаете? Вообще, в данном случае опыт веры перестает быть творческим. Ну, вообще вера же... Это диалог человека и Бога. Господь нам взывает, мы отвечаем. Мы взываем к Богу, он нам отвечает. Это диалог. Вера – это диалог. Это не два монолога. Это диалог между Богом и человеком. А в данном случае, понимаете, вот именно мы загоняем человека в рамки вот такого опять мира вещей. Ну, если вам не нравится такое в принтерном, ну, тем не менее, он очень показательный. Хотя он, может быть, где-то и режет ум. Важна личность консультанта. Вот, понимаете, жить по правилам очень просто. Вот вечером ложишься и говоришь, так, это я сделал, это сделал, а вот это я сделал плохо. Господи, я парни. Господи, прости, ой, виноват, все, да. То есть вещи-то не исправил. И засыпаю великолепно, потому что я оценил, все здорово. А вот жизнь по благодати сложна, потому что это такая тонкая грань, Грань, которая тут или тут, а вот это благодать или что, как произошло. Вот это мое поведение, как оно отзовется. А вот это я сделал, это, как на это среагирует человек. А на такие слова. Ну, например, даже такая вот грань, как-то уже говорили в одной из версий, этот пример. Вот должна ли женщина покупать своему мужу сигареты, верующая женщина. Если мы мыслим только категориями вещей, нет, это грех великий, да. А представьте себе, муж сломал ногу. Вот он лежит дома. Кто, как нелюбящая жена, может его обеспечить? Ну, будем говорить, в его жизни это необходимо. Понимаете? Пока у него не произошел отказ от этого. Понимаете, что лучше ему звонить друзьям, с бутыльником, ему звонить соседки, ему звонить кого угодно. Тогда его жена в качестве окружающих людей как будет выглядеть? Как жена или как религиозная фанатичка? Понимаете, тут уже надо смотреть грань, вот эту грань. Вот образ, какой, несет в данном случае, это пара. И это жена. Понимаете? Я мужа, какой образ показывает? То есть, поймите, что мы не говорим, что нужно спать так или иначе. Но каждый раз надо думать. Что всем алкоголям нужно идти с бутылкой водки, да? Нет. Мы этого не учим и не говорим. Но, понимаете, бывают такие ситуации. И каждый статус нужно рассматривать в отдельности и говорить вот только так, а не иначе. Потому что иначе мы поместим себя в мир вещей, в мир правил, ритуалов, черно-белого и так далее. Опять, выбирать вам. В мире вещей жить проще. Элементарно. Вот они правила. Шаг влевый, шаг в правый, не духовный. Мы всегда исправляем. Но, понимаете, другие вещи, они все-таки важнее. Господь не видит у нас вещей. ТВ-семинария – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tv-семинарии.com Итак, значит, вот... Есть, существует еще пятый вид душепопечения человека, человеку, или консультирования. Это диалогическое консультирование. Диалогический подход. Тут другого термина никакого нет, научного. То есть мы называем термины, которые употребляются и общие, такие употребительные, да, вообще во всем мире. И научные термины вам приводят для того, чтобы вы могли оперировать и теми, и другими. Ну и чтобы ориентироваться в научной литературе. Потому что, действительно, в науке очень много таких жемчужин, которые нам просто необходимо брать и использовать в своей жизни. Вот отметать науку, только лишь потому, что это не теология, ну, это не мудро. И вот, значит, идеологическое консультирование или идеологический подход. Что он предлагает? Он предлагает людям помощь именно во благо им. Причем здесь во благо, без кавычек, потому что на самом деле это будет оказываться помощь. Что это за помощь? Во-первых, взаимная свобода при взаимных обязательствах. То есть мы подразумеваем, что человек свободен, человек может дать любой ответ, и человек может к нам прийти или больше не прийти вообще. Но с другой стороны, раз он к нам приходит, мы на себя берем какие-то обязательства, но человек берет на себя обязательства для того, чтобы вот эта помощь была действительно во благо. Во-вторых, мы уважаем друг друга, личности друг друга. Как он уважает нас, как раз он к нам пришел, так и мы уважаем его. В-третьих, мы уважаем его право. Право на выбор сделать так или иначе. И мы не можем диктовать, что только так правильно. У человека всегда должен быть выбор. Это искренность в общении. Ну, не всегда это возможно. Если человек бьет свою жену, у него есть выбор. Мы не про это говорим. Мы говорим про то, как исправлять и как консультировать. То есть, когда человек к нам пришел, говорит, у меня проблемы, я жену избиваю. У него всегда есть выбор, бить ее или не бить. Но мы не можем заставить человека не бить. Мы не можем заставить не бить. Мы говорим, ты можешь принять любое решение. Да, конечно. Мы уважаем его право на выбор. Мы можем осуждать его выбор. И говорить, знаешь, вот этот выбор отзовется очень плохо. И можем рассмотреть последствия. Но заставлять человека и бить его духовными моментами... То есть, заставить его? Ну... Можно один раз побить физически, и ты рисковал, и ты почувствовал. Но опять же, он может выбрать. Все равно, понимаете? Простое сопоставление. Сколько уже существует заповедь, не убивай. Не убей. Сколько это заповедей существует? Ну, люди делают выбор. Люди знают последствия. Но это все равно происходит в жизни. Поэтому мы не говорим, что мы уважаем выбор. Обратите внимание, что там написано? Мы уважаем его право выбирать. Вот, пожалуйста, вот эти наши слова не надо передергивать. Право мы должны уважать. Если мы не уважаем право, перед нами вещь. Нам может не нравиться его выбор, и мы можем ему объяснить, почему это будет плохо. Но он имеет право выбирать сам. Как поступать дальше? Следующее, что присуще идеологическому консультированию. Это взаимная забота. Ну, искренность понятна, да? То есть мы объяснили, что если человек перед нами неискренен, мы не можем ему помочь. То есть так же, если мы неискренны с человеком, то помощь будет не во благо. Ну, и взаимная забота. То есть то, что мы ему помогаем, заботимся о нем. Но ведь это не только односторонний монолог идет. Человек пришел к нам со своим опытом, со своим взглядом. Этот опыт тоже не тужен. И знаете, его тоже принимает. И мы тоже растем. Получается, его забота о нас. Ну, потрясающим видом, один из таких иллюстраций консультирования является, как Христос консультировал людей. Да. И вообще, знаете, вот... Ну, если вы будете говорить об этом виде консультирования, например, в светских организациях... Ну, значит, замечательно работает. Вот то, что мы сейчас будем приводить, вот этот пример. Вот этот пример заработает даже в светских организациях. Ну, начинаем мы обычно с иллюстрации. Это семья Ростовых, произведение Лев Толстой, «Война и мир», да? Угу. Как они воспитывали своих детей. Там потрясающий диалог идет вообще в этой семье. Это взаимная свобода при взаимных обязательствах. Вот четко она просвежена. Особенно, когда Наташа Ростова хотела о комфортах сбежать. Так вот, да, да, мы тебя любим, но вот ты выходишь за рамки. Ты выходишь за рамки обязательств. И у тебя есть выбор. Они уважали ее право на выбор. Они сказали, вот то, что если ты выберешь это, это будут плохие последствия. Нам это не понравится. Но у тебя есть право на выбор. Ты можешь выбрать хорошее и доброе, и остаться в доме. А с Курагином никуда не убегать. И мы, пожалуйста, выходи за него замуж, пожалуйста, делай... То есть, понимаете, есть какие-то рамки. Мы не говорим, что надо все пускать на самотек. Нет. Должны быть рамки. Но в любом случае. Человек свободен. И вот библейскую иллюстрацию мы приводим... Нам очень нравится консультация Христа, когда он консультировал женщину-самаренку. Вы знаете, замечательно совершенно. Евангелие Иоанна, 4 глава, начиная с 5 стиха. Давайте прочитаем, вспомним, да, что там произошло. Вот именно с точки зрения вот такого диалога. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 5 стиха. Итак, приходит он в город самарийский, называемый Исихай, близ участка земли, данного Якову сыну своему, Иосифу. И там был колодец Яковлев. И Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя и был около 6 часа. И приходит женщина из самарий, потерпнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить. Ибо ученики его отлучились в город купить пищу. Женщина самарянская говорит ему, как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты бы сама просила бы пить у него, и он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит ему, господин, да тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда у тебя вода живая? Неужели ты больше нашего отца, Якова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его? Иисус сказал ей в ответ, всякий пьющий воду сию, вас жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечной. Женщина говорит ему, господин, дарь мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. Иисус говорит ей, пойди, позови мужа твоего и приди сюда. Женщина сказала в ответ, у меня нет мужа. Иисус говорит ей, правда ты сказала, что у тебя нет мужа? Ибо у тебя было пять мужей, и тот, который ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо, ты сказала. Женщина говорит ему, господин, я вижу ты пророк, отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на сей горе, и не в Иерусалиме будете поклоняться отцу. Вы не знаете, чему кланяйтесь, а мы знаем, чему кланяемся. Ибо спасение от иудеев. Но настает время, да и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться отцу в духе и истине. Ибо таковых поклонников отец ищет себе. Бог есть дух. И поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине. Женщина говорит ему, знай, что придет Мессия, что есть Христос. То есть Христос, когда он придет, то возвестит нам все. Иисус говорит ей, это я, который говорю с тобою. В это время пришли ученики и удивились, что он разговаривает с женщиной. Однако ж ни один не сказал, чего ты требуешь, или о чем ты говоришь с нею. Вот давайте посмотрим. Вот взаимная свобода при взаимных обязательствах. По законам Востока нужно было напоить странника. И по духовным законам Иисус то, что должен был сделать? Напоить женщину истиной. Понимаете, у них разные обязательства. Вот они оба, понимаете, в одних обязательствах оказались рядом с этим колоссом. Они уважают личность друг друга. Он не стал говорить, ты самарянка. То есть он уважает даже был угнецов, а она уважает даже вот эту непонятную идею, которая разговаривает с самарянкой. Которая говорит какие-то непонятные для нее вещи. Источник живой ладой. Она пока этого еще не понимает в самом начале. То есть он уважает ее право на выбор. Братите внимание, он не осуждает ее. Он здесь нет слова ни блуд, ни грех, вообще не присутствует. Спишь с мужчинами, там у тебя было пять, и сейчас, который тебе не муж тоже. Легко осудить ее в этом плане. Он объясняет ей ее боль. Понимаете, объясняет, почему в ее жизни это происходит. Это совершенно разные вещи. Смотрите дальше. Они искренны в общении. Он говорит о себе. Она говорит о себе. И у них заедет забота. И тот, и другой получили. Иисус напился воды, которую она ему дала, и он напоил эту женщину истиной. Вы понимаете, ученики этого не поняли. Они удивились. Как ты можешь? У них было и осуждение. Они увидели в ней не личность. Они увидели в ней грешницу. То есть они увидели в ней вот это порочное поведение. Иисус увидел в ней личность. Вот понимаете, вот она разница отношения к людям, которые вокруг нас, которые нам могут быть непонятны, которые нам могут быть противны в своем поведении, в своем образе жизни. Но кого мы видим? И вот, по большому счету, все вот эти виды консультирования можно свести к двум. Вот к тем, с которых мы начали. Два подхода. И существует монологический подход консультирования и диалогический подход консультирования. Вот это авторитарное, покровительственное, равнодушное, высокомерное. Это все подход к человеку, как к вещи. Как оно. Но мы в данном случае с поведением имеем дело. Мы в данном случае с грехом обличаем, которыми должны обличать, имеем дело. Понимаете? В диалогическом подходе. Но для нас самое главное, чтобы мы строили отношения по диалогу. Как я и ты. Я личность и ты личность. Потому что, повторяем, Бог к нам относится как к личности. И это он желает создаться. Чтобы мы в наших окружающих людях видели личность. Поэтому, в общем-то, можно сказать, что самое главное нашего цикла, основная задача, это поставить диагноз себе. Как я себя мыслю. И к чему бы я хотела стремиться. Понятно, что нет правильного ни одного, совершенного нет ни одного. Понятно, что в нас перемешано все. Но опять хотим повторить. Я стремлюсь к чему. Или мне уютно в чем. Отсюда будет вывод, как я других оцениваю. Как я к другим отношусь. Как к личности или как к вещи. Ну и последнее, и самое главное, исходя из всего этого, как я отношусь к Богу. Потому что Господь от нас ждет диалога. А мы как к Богу относимся. Понимаете, вот мне кажется, что Библия для христианина, она не по каждому вопросу предоставляет право выбора. И по идее христианина не может быть выбора, убить или не убить. Там совершить прелюбодеяние или не совершить. То есть вы считаете, что Бог не дает нам право на выбор? Бог дает нам право на выбор, но в то же время Бог нам ясно показывает, какого выбора он живет от нас. Но он уважает право на выбор. Если бы он не уважал, он бы всех зомбировал. Он бы нас сделал роботами и сказал, вот есть 10 заповедей. Шаг вправо, шаг влево, это попытка к бегству. Уж если сейчас люди придумали такие психотропные вещества, которые просто раз и зомбируют, они делают так, как хочет того зомбирующим. Вы думаете, Богу это невозможно? Возможно, он уважает право на выбор. Он рисует нам. Вот границы, в которых я хочу, чтобы ты находился. Вот здесь тебе будет уютно. Он должен тоже придерживаться этих границ. Но он должен уважать право на выбор. Да, уважать право на выбор, но при этом все-таки подчеркивать, что есть выбор более правильный. Да, который самов собой. Господь нам говорит, если вы будете вот в этих границах, я вас благословлю. Но стоит вам выйти, вы лишитесь благословения. Понимаете, самое главное... То, что так же и мы должны говорить с человеком, который к нам пришел. Вот есть два пути у тебя. Ты можешь выбрать этот путь, правильный путь с нашей точки зрения, который благословенный. Но я не могу тебя заставить спать иначе. Понятно, что заставить. Но уважать право... Мы говорим об одном том, что... Может быть, очень сложно понять вот это слово право на выбор. То есть у человека всегда есть выбор. И он вправе выбирать. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok